Первый конкурс «Соек Кузбасс. Моя компания. Мой город» был объявлен 9 лет назад. Если тогда на суть жюри было представлено 123 работы по 4 номинациям, то сегодня в нем принимают участие более 2300 детей, представивших порядка 700 работ. Кроме того, в год 15-летия «Соек» расширилась география участников и количество номинаций, а также значительно увеличился призовой фонд. Мы горды тем, что тот подчин 9 лет назад в городе Ленинск-Луденск нашел свое продолжение в других городах и территориях, где мы работаем. Это город Прокопьевск, Киселевск, Прокопьевский район, город Полусаева. И мы рады тем, что культивирование положительного и здорового зерна в профессии шахтер мы находим на всех территориях, где работают и живут наши шахтеры, труженики компании «Соек». Конкурс посвящен как раз той теме, о которой говорит неустанно наш губернатор Роман Гумилович Тулеев. Это повышение престижа шахтерского труда и, как он всегда говорит, нужно идти через детей. То есть, если дети с молоком матери впитывают уважение к шахтерскому труду и понимают, что они живут в Кузбассе, а Кузбасс это угольный регион, то потом ничего не страшно ни угольной отрасли, ни Кузбассу, как региона. Поэтому я в большом восхищении теми работами, которые сегодня представлены. Прежде чем предстать перед главным жюри, в составе которого руководители компании, областных и городских властей, все работы прошли экспертную оценку и общественную экспертизу на сайте конкурса. Выбирать, признаются судьи, было непросто. Выполнены своими руками шахтерские сувениры, трогательные аудиописьма и стихи о горняках, плакаты, призывающие к соблюдению правил безопасности, массовые профориентационные акции, макеты физических явлений и угледобывающие техники. До своей старания юные художники, поэты, программисты, дизайнеры, а также их наставники, получили и достойное материальное вознаграждение. Здравствует день, теплом умытый, с белой кровли облаков, день жахтера знаменитый, славный праздник горняков. Без тепла, без жила в жизни, как без песен жить нельзя для тебя. И для отчизны вдаем поток угля. Покупайте, забивайте, жалко нетского труда. С благодарностью желайте нам здоровья на года. В праздник нашим с друзьями за работу, за успех. Вместе с нами горняками, то за нас сказать не грех. Суэээк, мы тебя любим. Призеры отмечены кубками, подарками и денежными премиями. Победительные школьники отправятся на каникулы в профориентационную поездку в Москву и Санкт-Петербург. Подошел к завершению еще один городской конкурсу «Эк мой город, моя компания», который по счету девятый, и который, наверное, стал самым многочисленным, потому что компания, наша городообразующая, любимая, отмечает 15-летний юбилей. Мы благодарны нашей компании, благодарны Евгению Петровичу Ютьяеву, непосредственно генеральному директору, за то, что инициатива, которую мы начали 8 лет назад, она сегодня приобретает масштабы региона. Особо приятно, что география конкурса расширяется, и к нам присоединяются наши города, шахтерские соседи. Это Прокопьевск, это Киселевск, это Полысаево. Мы рады вот такой дружной компании строить будущее нашего Кузбасса. Впервые в истории конкурса сразу три образовательных заведения, подготовившие наибольшее количество работ, стали обладателями солидных денежных сертификатов на приобретение учебного оборудования. 300 тысяч рублей получила Ленинск-Кузнецкая школа номер 73, 500 тысяч – Центр развития творчества детей и юношества города Киселевска. А главный приз – 700 тысяч рублей – завоевал коллектив гимназии номер 18. И уже традиционно ряд детских работ будут воплощены в жизнь в виде баннеров и рекламных плакатов.